листочки все опали теперь видно улицу всем доброе утро раннее утро я уже сейчас буду собираться выезжать в карпрайс нужно будет позавтракать убрать вещи из автомобиля чтобы там все было пусто мне уже с утра звонили спрашивали приеду я ли нет вот так что сейчас будем собираться увидишь на самокатах катаются так что сейчас буду собираться и выезжать в общем на улице сегодня очень холодно уже чувствуется такая осенняя погода уже видимо ночью даже может быть были заморозки так что я сейчас вот эту машину все буду оттуда убирать все раскладывать и потом уже еду потому что времени осталось немного они мне уже звонили три раза спрашивали приеду я ли нету вот видите как хотят быстрее машина получить но за если мне предложат мало то соответственно я не буду отдавать машину это сто процентов вот в общем короче узнаю я как у них работает эта структура что они мне там предложат как они будут высчитывать стоимость автомобиля я не думаю что они берут какую-то цену с потолка но в общем сейчас приедем и все увидим чем ребята приехал я в карпрайс маленькое помещение сейчас оформили все документы все записали сейчас придет молодой человек который будет осматривать вот сейчас я покажу вам потом попозже навес под навесом я буду стоять в общем их нет никакой базы ничего и цену они тоже не насчитывают а насчитывает цену аукцион то есть они сейчас будут на мой автомобиль делать аукцион а потом подойдут потом соответственно дилеры предложат цену и вот по этой цене соответственно если я соглашусь я им отдаю автомобиль деньги они отдают сразу если меня не устраивает я просто уезжаю сейчас покажу что за навес такой крытый навес сейчас я сюда заеду и соответственно человек будет поверхностный делать осмотр моего автомобиля так что вот так не знаю как это хорошо или плохо не знаю сейчас в общем в конце будет видно стоимость и всего прочего в общем вот такое маленькое помещение здесь вот такое маленькое помещение у них всего лишь они сидят там два человека и вот такой вот у них крытый гараж вот здесь они все просматривают соответственно и потом отправляют все данные соответственно компьютер и там уже на аукционе дилеры бьются за мой автомобиль и назначает цену так что вот так но потом попозже все подробно расскажу вот так делается осмотр автомобиля в общем сейчас запускает аукцион на автомобиль и будут там 5-10 минут и дилеры будут как бы биться за мой автомобиль и предлагать свою цену вот но он увидел все мои повреждения которые там есть на этом автомобиле вот поэтому наверное много не предложит не знаю в общем полчаса сейчас надо ждать поэтому я пройду сейчас пока по салонам посмотрю что здесь есть вот а потом уже приду обратно и узнаю сколько реально будет цена skoda superb тринадцатого года место место конечно много но пахнет ужасно видимо предпродажная подготовка но на этой машине только такси комфорт катать вот ли такси комфорта самое то но здесь видите что стоит dsg а dsg это не очень хорошо это потом по бабкам слишком дорого ну так степой это какого 14 года но здесь как-то все у бога здесь все как-то очень у бога не знаю как то как в логане в бюджетном не знаю мне не нравится хотя бы хотя сиденье удобные вот сидеть удобно а сиденье удобно а так как-то все бедненько это санкин там по 600 до ну не знаю здесь я как поперли сиденья неудобные во вторых я низко так сижу и как-то но здесь место очень много здесь просто мама не горюй место вот так вроде ничего сделано здесь такого на года то тринадцатого 590 тысяч я рискать бэк хоть бы она считается трещина на стекле еще тут у нас ручка ручка 5 скоростей ну тоже как-то сзади тут что а запасные еще колеса здесь ну не знаю как то мне не нравится мне больше понравилось по сиденьям стопы ну здесь простенько тоже все бюджетник я так понимаю что здесь может даже и климат-контроль а может просто кондиционер не знаю вот так не знаю не нравится мне не нравится так это у нас чего это митсубиси outback здесь вообще ребят просто жесткие сиденья просто нереально чуть позади сзади вот так здесь просто жесткие реально сиденье и в дверях нет никакой шумки абсолютно вот просто я открываю здесь даже вот просто глухое и очень вот эти вот сидушки они первых может просидели на них видимо уже такие просиженные и очень жесткие вот этот вот кожа вот этой кожзам я не знаю что здесь вообще неудобно сидеть неудобно здесь тоже такая простенькая с таким звуком одиннадцатый год 750 тысяч не знаю мне кажется дороговато хотя цены разные ренегат вот и новый он карга стоит а это чем а сейчас сюда зайдем посмотрим экспедиционный у вас патриот о господи можем еще забраться бы сюда ой господи боже мой кошмар смотрите кучу сзади ребят у меня такое впечатление что я сижу в каком-то тракторе эта тачка стоит миллион четыреста миллион четыреста я сижу такое впечатление что я сижу в каком-то тракторе сиденье просто ужасно жесткий ручка крайне уже надумают автомат идет но это железо если она еще не гнила это железо у нас вот недавно парень купил себе такую ну попроще конечно прям души не 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 чает не ну не знаю мне не нравится плохо покрашены петли это просто жесть какая-то просто такое впечатление что и красили кисточкой вот реально и не знаю мало того что я еле слез так еще вот здесь я где-то вот за что-то вот здесь по моему я по моему здесь по чем-то таким поцарапался чем ужасно сделаны ребята ужасно вот миллион четыреста ребят ну за миллион четыреста смотрите как двери открывается ой не даже не открыть это автомобиль стоит миллион четыреста жопа ребят это просто какая-то миллион четыреста это очень дорого футбол называется а чем она отличается футбол ой так я тебе говорю жестко во первых а сзади чуть но сзади место конечно здесь мама не горюй ой тут сзади упирается мне какой-то подголовник жесткий не это жестко просто это жесть вообще какая-то поэтому я не вижу разница между тем и вот этим вот только то что футбол я тоже могу назвать кое-как это же не означает что потом а покрашена ужасно там петли вот на нем такой общей кисточкой красили я еще успел чем-то поцарапаться когда и вылезал с двери жизнь какой цвет хоть горит не аккумулятор так что вот так а это стоит подешевле это был миллион сто это у нас suzuki ну тоже я вам хочу сказать ребята не ахти сделано ну не знаю но здесь конечно помягче сидеть чем в патриоте но все равно за миллион сколько ну там миллион сто по моему это как-то ну как-то все не очень не очень не радует глаз я вышли с салона уаза в общем продавец там впаривает вешает лапшу на уши что мы вот машина доработана за вот эти миллион сто машина прошла там большие доработки игра что за доработки но мы устранили течь в салоне мы устранили нормально сделали работу печки теперь нигде ничего не подбывает я говорю ребята это изначально должно быть в автомобиле изначально а не так что ты купил у меня крыша течет ну мы это потом доработаем и потом за это еще там возьмем какую-то определенную сумму да еще сверху 100 тысяч по комфорту 0 двери открывается новые просто с трудом жестко ребят не знаю что они там дорабатывают но на мой взгляд мне кажется ничего не не дорабатывает только цены увеличивают а толку но и как сделано торчи бесит вот это все уже здесь и ржавая сделано узнаете вот как в деревне на велосипед приделывают вот дополнительные фонари да или как вот деревенские такие делают вот не бог верит что вот стоимость 768 тысяч ну внутри принципе ничего не поменялось все тоже самое называется у вас карга распродажи вот они чего-то не и они говорят что вот эта машина она будет конкурентом газели вот такой же тентоны вот у нее смотрите сколько а рессор 2 всего а на газели их там целая куча и газель мне кажется и и можно спокойно нагружать там она спокойно будет возить большие грузы это машина я сомневаюсь что она будет большие груза возить если она еще начнет ржаветь за три года ну не знаю мне кажется и вообще выглядит она как-то ну не знаю вот помните раньше была волга башмак ее называли волга каблук вот это примерно то же самое не знаю мне не нравится если уж братья был взял газель чем вот это но опять опять-таки это автомобильные любители так что вот так ребята стоит все дорого а по качеству 0 редко какие машины хорошие по качеству вас я вообще про вас вообще ничего не хочу говорить качество ужасное просто новая машина а уже петли кое-как зазоры с толщину пальца ну поэтому когда мне говорят зачем ты хочешь ладу вот по поводу лада я ребят как раз могу сказать что вот лада как раз изменилась лада сейчас выпускает вполне себе приличные автомобили за свою стоимость вот там за 700 рублей это машина соответствует за 700 тысяч вот лада соответствует своей цене пусть там к ней придирается пусть там заморочек ней много но вот по качеству мне кажется это один из не уступает но это мое опять-таки личное мнение каждый покупает то что ему нравится так что вот так ребят плюс тысячи рублей вот так происходит аукцион на машину ставка из мурмитка еще тысячи рублей сургут еще тысячи рублей у меня вижу же остается 38 37 секунд сейчас вот кончится и будет наверно цена и так понял он у некоторых и по 74 меня 48 а здесь и 6 и по 70 по 75 они видишь повторно еще пошло время ставка из краснодара очень короче вот так вот но я так понимаю да какая-то идет на начальная стоимость а потом уже каждый сверху еще накидывает по тысяче и в конце аукциона уже назначается стоимость но здесь она не пишется говорит ее менеджер так что вот такой аукцион вот так вот он проходит ожидал я что будет плохо но не до такой степени в общем насчитали мне стоимость моего автомобиля 120 тысяч рублей я конечно ожидал что мало но не до такой степени 120 тысяч это просто это 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 ну за 120 тысяч я не знаю это ну жигули вот девятку 9 столько стоит Ну да, стрелянная подушка безопасности Да, там ремни стрелянные Но это же не означает, что прямо столько мало В общем, не, я решил машину за эти деньги не отдавать Поэтому вот так Так что вот так, я в шоке В общем, ребят, приехали мы уже обратно Состояние такое паршивое Я ожидал, конечно, что предложат мало Но не до такой же степени Но даже если брать в расчет, что там Битое, что нет подушки безопасности Ну При этом он мне еще, знаете, что сказал Он говорит, ну я, конечно, могу попробовать попытаться до 200 Да, то есть он сейчас договаривается до 200 Дает мне 200 Да, получается До 200 То есть получается Обман То есть он мне предлагает 120 Я у него как бы за 120 тысяч соглашаюсь Покупаю А он берет, соответственно, отдает им за 200 И 80 тысяч Вот эти 80 тысяч разницу Он забирает себе Ну не согласитесь, что обман Нашего брата дурят В общем, ужасно Поэтому я сейчас отдельно, наверное Или, может быть, сюда вложу Отзыв о CarPrice Поподробнее, что и как Но это только если у вас машина просто там Дешманско ужасная И вы хотите отдать ее за копейки За 120 тысяч, извините Извините Дело уже подходит к вечеру В общем, настроение такое Ну, я бы не сказал, что прям веселое Потому что до сих пор вот эти вот мысли Вот по поводу стоимости автомобиля Оценки Ужасно просто Я, конечно, ожидал, что мне предложат мало Но чтобы вот так мало Это, конечно Это я в шоке Я уже говорил Что у меня была Нива 96-го года Которую я продал за 100 тысяч Ну, там 5 тысяч скидка была на оформление Ну, грубо говоря Ну, 95 все-таки, 100 тысяч А здесь мне предлагают за машину 2010-го года С пробегом там в 100 тысяч Но 100 тысяч пробег это ни о чем, в принципе 120 тысяч И при том еще менеджер удивляется Что, а что вы так удивляетесь Это реальная стоимость вашего автомобиля Ну, как она может быть реальной стоимостью Моего автомобиля, когда Я, ведь как Я же не просто так взял, дам, цену, да И сам поставил Вот хочу там, там, там 500 тысяч И я ставлю Нет Я же изначально захожу на сайт Смотрю, сколько стоит машина Сколько стоит машина С такими же повреждениями, как у меня На секундочку Недавно продавалась машина Такая же, как у меня Битая в зад Но в зад она битая так Что там, ну Геометрия кузова ушла То есть, зад ушел в салон И человек за эту машину То есть, там двери повреждены То есть, машина не на ходу Так же сработали подушки Все Вот человек за такую машину Хочет 240 тысяч 240 На секундочку 240 Моя машина Она на ходу Сейчас каких-то Серьезных вложений Я имею ввиду По ходовой По двигателю Не требует Поставить резину Ну, потому что У меня всесезонная резина И не все Воспринимают эту резину Как хорошую То есть, говорит Как ты так зимой Можешь ездить на всесезонной резине Это же опасно Извините У меня были старенькие Жигули А всю зиму ездил На летней резине Ничего Это не зависит от того Какая у тебя резина Можно убраться И на хорошей резине А можно и на плохой Всю жизнь ездить Вот Поэтому Ну, а я не скажу Что она совсем плохая Ну, вот В первую очередь Заменить Резину Да, соответственно И отрегулировать Ремни безопасности Вот это, конечно Да, но это не стоит дорого Это просто Надо либо ехать в сервис Где тебе сделают Отрегулировать Там просто После удара Когда срабатывает Подушка безопасности Ремни фиксируются В том положении В котором они были Поэтому Либо регулировать Обратно Отрегулировать ремни Но, как правило Такие ремни Они не регулируются Поэтому их просто Выбрасывают И ставят новые Но я смотрел Там на разборки Грубо говоря Такие ремни стоят 600 рублей То есть комплект Но у меня просто Я не хочу этим заморачиваться Это надо пластик снимать Это надо ремни откручивать Вытаскивать Ну А потом смысл Какой все равно Видно, что подушки нет Поэтому это небольшие деньги И я готов на это скидывать Но не 200 тысяч Скидывать на это Не знаю, ребята Не знаю Ну, это посредники Которые, конечно же Хотят На этом еще и заработать Понятно, что CarPrice на этом Зарабатывает деньги Понимаете Не просто так Они говорят Мы там цену не назначаем Мы просто как посредники Мы проверяем У вас автомобиль Перекупщики у вас Его покупают Соответственно И все А при этом CarPrice что Ничего не имеет Конечно же CarPrice имеет И понятно Что 120 тысяч Это та цена За которую У меня выкупает CarPrice А CarPrice Уже Соответственно Продаст Потом эту машину Дилеру Подороже Ну смысл какой Если он и так Продаст за копейки Что CarPrice Это ничего не получит Или там дилер Купит машину Вообще за 50 тысяч Нет Это просто Реальная разводила Или тем Кому просто Срочно нужны деньги Вот прям вот Вот просто В крайняк Любые деньги Срочно нужны Там Долг по квартире Или еще там что-то Но в моем случае Я не готов Вот Поэтому не знаю Что я буду делать Я наверное Потом попробую Заехать в автосалон У меня здесь рядышком И спросить Сколько мне могут Реально предложить Патриедину По одной простой причине Что у меня У знакомого У соседа Была И сейчас она есть Лада Калина Старенькая Причем еще Самая-самая первая Ей там уже Не знаю сколько лет Третьего по-моему Года Или какого-то Я не помню Но суть в том Что ему предлагали Вот в автосалоне В Ладе 200 тысяч За эту машину Патриедину Плюс 50 тысяч Скидка Только лишь бы Чтобы он у них Что-то купил Ну раз ему Предложили 200 тысяч За вот Старую Калину Ну сейчас уже Конечно У него Недавно Не въехали Поэтому он уже Не стал ее продавать Он просто взял Он хотел Весту А поскольку ему В эту Калину въехали Сейчас она пока На разбирательстве Стоит там С пострадавшими Поэтому он пошел Просто и купил себе Без трейдин Вот просто Гранту Ну ездить на чем-то надо Поэтому Тут выбора не было Вот поэтому Попробую сдать Свою машину туда Сколько мне предложат Вот Потому что я планирую Шкоду поменять на Ладу Ну на мой взгляд Это более оптимальный вариант И сегодня Походив по автосалону Я понял Что Лада Это в принципе За свои деньги Достойный автомобиль Достойный Не хочу Сейчас мне будут говорить Солярис Там Кира Но нет Не хочу Не нравятся мне эти машины Как-то убого в них В Ладе тоже Я не скажу Что там прямо Шик, блеск, красота Там Но По крайней мере Вот так Так что вот так Вот такой был сегодня день А на этом все Ребята Всем я желаю Всего самого хорошего И спокойной ночи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...